В чем причина происходящего? Мы с вами уже немножечко об этом говорили. Первое, изменилась модель поведения клиентов. Это дилеры, дистрибьюторы, конечные потребители. Второе, бюджеты. Бюджеты на какие-то вещи компаниями, если это рынок B2B, так скажем, отпускаются меньше. Еще что интересно, на рынке B2C очень сильно страдает такие товары, которые называют как товары длительного спроса, или американцы называют их nice to have. То есть те вещи, которые хорошо бы иметь, но они не являются предметами первого спроса. Это хобби различного рода. Вот пример. Недавно пришел интернет-магазин, они продают вертолеты. Говорят, ты знаешь, я вот считал объем продаж по капотам. Ну, то есть капот на вертолет. Да, в среднем вертолет стоит такой вот, средняя железка, в районе 1000 долларов. И вот к этому 1000 долларовому монстру капот стоит 100 долларов. Такой аэрографии расписано. У меня, говорит, в прошлом году покупали 30 капотов. То есть я продавал один капот в день. Сейчас я продаю 4 капота в месяц. То есть он говорит, у меня падение продаж произошло в 6 раз. Я говорю, а вы анализировали каким-то образом? Он говорит, ты знаешь, да, анализировал, спрашивал у людей, да, вот говорю, почему произошло такое изменение? Ну, клиент в своей, многие клиенты стали уже так, друзьями и прочее. Очень просто. Произошло перераспределение семейного бюджета, да, то есть людей... На хобби? Меньше денег нет у нас, лягушекского пособия, кивер, кивер, кивер. Уверенность в будущем упала, и люди придут. Абсолютно. На самом деле деньги есть, человека просто сильнее нужно убеждать, чтобы эти деньги потратить. Да, уверенность в будущем пропала. Уменьшение бюджетов. Изменение системы расходных средств. Я еще с такой вещью столкнулся, что если мы раньше говорили о конкуренции в лоб, ну, условно, если я продаю вертолеты, то я думаю, что я конкурирую с тем человеком, или велосипеды, с человеком, который продает велосипеды. Нет. В принципе, мы сейчас вошли в полосу конкуренции за бюджет. У человека есть альтернатива, на что потратить свои денежки. Как в компании, да, то есть он может купить какое-то оборудование или заплатить людям заработную плату. Так и у человека. Он может, так скажем, не покупать вертолет или капот на этот вертолет. Он может, так скажем, заклеить этот капот, отложить эти деньги под подушку, потому что непонятно, что будет с Украиной, непонятно, что будет с рублем. Ну, условно я говорю, да, и непонятно вообще, что будет, в конце концов, с российской экономикой. То есть произошло изменение системы расходов для средств. Причем еще что интересно. Если раньше клиенты планировали где-то на долгосрочную перспективу, совсем недавно с той же самой спецодеждой разговаривал, он говорит, ты знаешь, у меня количество клиентов не упало, очень сильно упала сумма среднего чека. Причем сумма среднего чека упала по крупным аккаунтам. Ну, крупные клиенты, которые 20% делают, 80% оборота. Я говорю, а вы с клиентами общались? Он говорит, ты знаешь, да, общался. Вот строительные компании, что говорят. Вот горизонт заключения новых договоров по всем этим вещам, у них где-то 2-3 месяца. На 2-3 месяца есть какие-то договоры, какие-то объемы работ доделают. Что будет дальше, не совсем понятно. А вот я говорю, ну вы как-нибудь вообще непонятно. Что? Это так уж все будет. Не только клиенты меняют модель поведения, на самом деле и конкуренты. То же самое, о чем мы говорили. Конкуренты начинают активно меняться. Первое, что делают конкуренты, вот эти гады, как мы сказали в одной компании, рушат цены. Причем, вы знаете, правда, я бы сказал, глупые гады. Как вы думаете, в кризис что происходит? Эластичность спроса по цене в кризис сопоставима с эластичностью спроса с докризисом? Нет? Абсолютно согласен. То есть, если в докризисный период вам нужно, вы уронили цену на 10%, объем продаж увеличился на 20%, то в кризис вам нужно сильнее, сильнее ронять цену, и не факт, что объем продаж вырастет. Да и когда конкуренты очень сильно роняют цены, что, ну, на подобные группы товаров, что они делают? Они очень часто загоняют целые отрасли, так скажем, в тупик. Что произошло с полиграфией, там, последние 2-3 года? Кто знает? Они, многие типографии уже работают, так скажем, на грани рентабельности, на грани выживания. Да, вот название типографии, там, 5 копеек или 3 копейки, там, типография называется, да, уже вот само название говорит о бизнес-модели. Да, вот, то есть, заходите, совсем дешево и совсем, так скажем, недорого. Дальше. Конкуренты начинают заниматься корпоративным обучением сотрудников. Вот, что интересно, за последние 4-5-6 месяцев произошло очень сильное изменение по запросам с точки зрения обучения. Как вы думаете, какие темы сейчас вызывают наибольший интерес? По которым мы сегодня собрались. Абсолютно. Вы знаете, маркетинг неинтересно. Вот, что конкретно делать в продажах, причем, что делать с людьми, что делать в отношении этих людей, чему их учить, чему самому поучиться. Дальше. Меняют персонал. Вот, то, что мы до семинара начали с вами говорить. На рынке труда заметили такую вещь, что количество менеджеров по продажам за последние 4-5 месяцев увеличилось, ну, процентов на 70-80. То есть, если раньше, вот, ну, мы там раз в две недели делали срез такой суперджоба, хедхантера, количество вакансий, количество резюме, где-то количество вакансий по активным продажам, количество соискателей превышало процентов на 30. То есть, сейчас процентов на 50-60 количество соискателей превышает количество вакансий. Но, опять же, вы правильно заметили, что количество мусора, которое всплыло сейчас, оно там достаточно высокое. Но есть и хорошие, достойные люди, да, то есть, конкуренты на самом деле многие меняют, начинают активно менять персонал, этим тоже компания пользуется. Кто-то меняет систему продвижения товаров и услуг, реклама, да, там, начинает вкладывать в бюджет, те же самые типографии отмечают. О, взрыв в печати. Я говорю, а что, как печатают точно? Нет, непонятно что, но главное хоть что-то делать, лишь бы, так скажем, да, лишь бы что-то делать. Не понимаю, почему. Кто-то начинает пользоваться другими форматами торговли, условно, розница была, да, уходят в большей степени продвижения в интернет, дешевле, потому что, ну, стоимость аренды. Кто-то начинает развивать существующие каналы продаж. Совсем недавно ко мне на семинар пришли ребята, которые занимаются строительной техникой, они говорят, работаем через дилеров, наша задача удержать количество дилеров, удержать долю в регионе. И на самом деле, вот на кризис мы для себя основную цель ставим, это тщательность и качество обработки наших дилеров, чтобы вот все, что можно для них сделать, мы все это делаем. Ну, а кто-то меняет кардинально модель продаж. Вещь это непростая, вещь это долгая и на самом деле очень спорная. Почему? Потому что когда-то в финансовой ситуации не совсем понятно. Кардинально менять что-то, я бы сказал, есть хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok